Они называют себя трейсерами. Их тренировочная площадка – весь город. Занятия паркуром для ребят, стиль жизни. Меня зовут Рус, мне 22 года. Я занимаюсь паркуром с 2008 года. Начал заниматься, просмотрев такие фильмы, как Ямакаси, 13-й район. Это меня замотивировало к тренировкам. Движение уличного паркура основали французы Дэвид Белли и Себастьян Фукан. В 90-х они гоняли по парижским кварталам и жилым массивам. Алматинцы заразились уличной акробатикой 10 лет назад. Тогда городские травматологи еще удивлялись. Сейчас привыкли. Трейсеры – их постоянные клиенты. Я занимаюсь паркуром уже как 4 года. Совмещать с учебой и с паркуром – это не проблема. Паркуром можно в любое время заниматься. Зимой, весной, при любых обстоятельствах. Перед тем, как летать, научись приземляться. Это правило, которое в первую очередь рассказывают новичкам. Искусство уличного паркура состоит из нескольких этапов, которые необходимо пройти каждому начинающему. Перед тем, как стать настоящим трейсером. Хорошая физическая подготовка, базовые элементы и только потом акробатика. Те, кто игнорирует эти правила, оказываются на больничной койке. Но рано заживают, и трейсеры вновь возвращаются к тренировкам. Ведь паркур для них – это целая философия, без которой они просто не смыслят своей жизни. Ринат Мамышев, Рашидин Якубов, телеканал Алматы. Продолжение следует...